Если меня хорошо слышно, пожалуйста, напишите плюс в комментариях справа. Итак, у нас есть ответ к этой задаче. Ответ номер три – это ответ правильный. Давайте разберем задание. Согласно второму закону Неплановой инферциальной системе отчетов, ускорение направлено с равнодействующих всех сил. Нам нужно посмотреть, куда направлена равнодействующая всех сил F. Она направлена вниз. И нам нужно найти вектор, который направлен с ним. Это вектор номер три. Если у кого-то остались вопросы, пожалуйста, напишите свой вопрос в комментариях. А мы переходим к третьей задаче. Самолет летит прямолинейно с постоянной скоростью на высоте 9000 метров. Систему отчета, связанную с Землей, считайте инерциальной. В этом случае, первое, на самолет не действует сила тяжести. Второе, сумма всех сил, действующих на самолет, равна нулю. Третье, на самолет не действуют никакие силы. И четвертое, сила тяжести, равна силе Архимеда, действующей на самолет. Пожалуйста, выберите верное утверждение и напишите свой ответ в комментариях в течение нескольких минут. Так, у нас есть ответ. Ответ номер два правильный. Давайте разберем решение данной задачи. Согласно второму закону Ньютона, в инерциальной системе отчета равнодействующая всех сил пропорциональна ускорению. Поскольку по условию самолет двигается с постоянной скоростью в инерциальной системе отчета, его ускорение равно нулю в этой системе. Следовательно, сумма всех сил, действующих на тело, также равна нулю. Этому утверждению соответствует ответ номер два. Если у кого-то остались вопросы, пожалуйста, напишите их в комментариях. Переходим к следующей задаче. Мяч, неподвижно лежавший на полу вагона движущегося поезда, покатился влево. Если смотреть по ходу поезда. Как изменилось движение поезда? Первая скорость поезда увеличилась, скорость поезда уменьшилась. Поезд повернул вправо или поезд повернул влево? Пожалуйста, выберите правильный ответ и напишите его в комментариях. У нас появился вопрос про направление нашего взгляда. Мы смотрим по ходу поезда, это значит, что наш взгляд направлен вслед уходящему поезду, к примеру. То есть мы смотрим в ту же сторону, в которую едет поезд. И мы получили ответ номер 3. Этот ответ правильный. Давайте разберем. Итак, то, что мяч покатился влево, у нас свидетельствует о том, что поезд повернул вправо. И мяч продолжил по инерции прямолинейное движение в системе отчета, связанной с землей. Следовательно, поэтому мы выбираем ответ номер 3. Переходим к следующей задаче. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях. Система отчета, связанная с лифтом, когда эту систему можно считать инерциальной. Первое, когда лифт движется замедленно вниз. Второе, когда лифт движется ускоренно вверх. Третье, лифт движется равномерно вверх. И четвертое, лифт движется ускоренно вниз. Пожалуйста, выберите правильное утверждение и напишите свой ответ в комментариях. У нас появился ответ. Денис снова ответил верно. Ответ номер 3. Давайте разберем это задание. Система отчета, двигающаяся поступательно и равномерно относительно инерциальной системы отчета, также является инерциальной. Систему отчета, связанную с землей, можно считать инерциальной. Таким образом, систему с двигающимся равномерно вверх лифтом, также можно связать инерциальную систему отчета. Поэтому лифт движется равномерно вверх. Ответ номер 3. Сейчас у нас будет короткий, маленький перерыв. В нашей группе для выбора заданий существует обсуждение. Пожалуйста, участвуйте в этом обсуждении. Оно находится на главной странице. И выбирайте задания, какие мы будем разбирать на следующем занятии по физике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!